До сих пор на нашей планете встречаются такие существа, которых раньше никто не видел. От доисторических террозавров, до волосатых лесных великанов или исполинских рогатых рыб. Сегодня в нашей подборке существа, о которых вы даже не догадывались. Желаю приятного просмотра. В мифологии иногда человека соединяли с морскими обитателями, но что бы было наоборот в природе я еще не видел. Да и мало кто может поверить, что такое вообще возможно. Посмотрите, какую рыбу увидели в Японии на пляже в Окинаве. Ее лицо было похоже на человеческий череп. Я уверен, она шокировала весь пляж. Еще один персонаж. Эта рыба и вовсе выглядит как пояс Томаса из мультфильма с тем же названием. Честно говоря, мне как-то уже не по себе, это уже вообще ни в какие ворота не влезает. Эти жуткие глаза и темно-коричневый оттенок, мягко говоря, смущает. А вообще рыба ли это? Вдруг это инопланетянин-мутант, и он гадко ухмыляется? Неизвестное животное встретилось в воде жителям острова Полис в Южной Каролине. Этим видео поделился репортер из Института исследования морских ресурсов. Какой-то огромный морской слизень темно-коричневого цвета, оснащенный плавниками в виде крыльев, порхал в воде. Его размер достигал порядка 30 сантиметров. Если вы знаете, что это за вид, то напишите об этом обязательно в комментариях. Даже если это очень местечковое событие, то все равно ответа на вопросы не нашлось ни у рыбаков-любителей, которых напугала эта вспышка, ни у комментаторов сети. Давайте посмотрим, что же их так встревожило. Похоже, внезапная сейсмическая активность вызвала всплеск какого-то бурого пигмента. Был ли это косяк рыбы или масса илой, водорослей, мы не знаем, но явно под водой имела место какая-то большая перестановка. Если вы можете это объяснить выбросом газа или водоворотом, а может наличием какого-то чудища, то также пишите обязательно об этом в комментариях, они для этого и созданы. Загадочное змееподобное существо озадачило служащих городского парка Нового Орлеана. В пруду плескалось странное подобие рыбы, но ее форма была скорее змеиной, а странное поведение не поддавалось классификации. В связи с чем был поднят вопрос о генетической мутации. Опытный рыбак сообщил, что, возможно, существо застали в тот момент, когда оно плавало вверх тормашками. Так обычно ведут себя рыбы перед гибелью. Санитарные условия в лагунах наверняка дали сбой, раз там начали появляться неопознанные животные. Лично я тоже никогда не видел подобного ничего ни на суше, ни в море. Спокойная река может за считанные секунды взбеситься. Такое ощущение, что ее отдельные участки мгновенно закипели, или там начала действовать какая-то мощная воронка. Посреди неизвестной речки в Мексике возникло странное возмущение. Вода постоянно выталкивалась из центра, как будто там работала какая-то станция. Очевидец полагает, что на дне мог находиться какой-то подводный агрегат, который нагнетал воду. Ну или остается все списать на какого-то очередного неизвестного монстра. Канадские озера славятся не только своей красотой, но и индейскими легендами. Не стало исключением у озера Аканаган. По преданию, там обитает чудовищный монстр по имени Ого-Пого или Найтака. Будто бы на берегу озера злодей убил уважаемого старца, и в наказание за содеянное был превращен в озерного демона. Индейцы никогда не ловили рыбу в тех местах, а если приходилось плыть на лодке мимо острова Гремучей Змеи, они брали с собой какой-нибудь мелкий скот, чтобы задобрить монстра с жертвой. Говорят, что демон развлекается тем, что топит каноэ ударами хвоста. Миф считался просто древним фольклором, пока в январе 2019 года кадры с загадочным существом в озере не распространились по всему интернету. Если подумать, что это гигантская рыба-ремень, то есть одно но. Эта рыба обитает в океане и никак не может жить в пресной воде. Обычно речные драконы – это азиатская специфика, но на видео вряд ли рыба или кит, скорее уж змееподобное создание. И хотя пока никого в этом озере не съели, доподлинно неизвестно, есть там дракон или нет, индейцы были правы, соблюдая осторожность. Если где-то собирается толпа, это один из признаков, что там происходит что-то будоражащее. В марте 2014 года в отдаленном районе Таиланда на реке возле храма собралась чуть ли не вся деревня. Людей держала в напряжении массивная выпуклость на поверхности реки. Раз уж в Азии так популярны мифы о речных драконах и гигантских змеях, видимо, жители хотели убедиться, а вдруг и правда они бывают. Хотя обычно любой человек боится стать очевидцем. Старинные части тела не давали поясняющих деталей, и вскоре монстр исчез под водой, так ничего и не рассказав о себе. Когда что-то падает сверху, оно однозначно обрекает себя на подозрение, что является предметом неземного происхождения. Тем более, если прилетает довольно шумно. Для жителей индейской деревни этот тяжелый большой шар, который приземлился на поля в результате громкого взрыва, стал тревожной новостью. Через несколько минут собралась большая толпа любопытных, и люди пытались понять, что это за космическое яйцо. Крошечный астероид или инопланетный организм? Теперь настало время реальных чудовищ. Анаконда – это гигантская хищная змея, которая может пропихнуть внутрь добычу гораздо крупнее самой себя. Однако и они иногда попадают в ловушку собственной жадности. Рыбак из Пуэрто-Рико нашел в воде эту огромную желтую анаконду, которая, казалось, была уже без сознания. Она уже проглотила довольно крупную добычу. И что вы думаете, с помощью местных парней они вытащили огромную скользкую змею на берег и даже увезли ее подальше в джунгли, чтобы отпустить в дикую природу. Какая заботливость. Просто умиление. Интересно, змея учтет эту доброту на будущее? Или же все-таки нет? Круизный катер с туристами, которые путешествовали по острову Пуэрт-Блэр в берегов Индии, проплывал мимо валуна. И тут люди в ужасе заметили, что это был не валун, а огромный морской крокодил, который был похож на какого-то Годзиллу. Потому остров обычно закрыт для посещения туристов, поскольку, по словам гида, этот район известен именно своими гигантскими крокодилами. Глядя на этого монстра, можно предположить, как же выглядели реальные динозавры. В июле 2015 года появились сообщения о массивном силуэте под водой озера Ван в Турции. Местный охотник на монстров взялся за расследование и сделал съемку, где видно, как часть какого-то огромного существа осторожно выглядывает из воды и перемещается. Судя по всему, размеры чудища огромны, и оно ведет себя очень скрытно. Профессор из местного университета предположил, что это существо может быть гигантской глубоководной рептилией, которая периодически всплывает на поверхность. Вопрос, а зачем? Древние мифы, например, утверждают, что в озере Ван живут огромные рептилии, и они затаскивают людей в воду. С тех пор, как вымирание динозавров ни у кого не оставило сомнений, появились еще несколько видео, которые доказывают обратное. Этот сюжет снят на озере Ранка в Чили и опубликован в феврале 2023 года. Мы видим, как неизвестная огромная рептилия перемещается на поверхности. В этом районе не живут крокодилы или аллигаторы, но вопрос тогда, кто же это тогда? Очевидец описал его похожим на динозавра. Что думаете на этот счет вы? Все слышали название Раптор. Это приборчик, который защищает нас от кровососов. Но само слово означает целую группу доисторических животных времен динозавров. Один представитель семейства велоцирапторов, двуногий хищник юрского периода, был замечен недавно в реке, скрытой под скалистым склоном. Горные плато, где нет городов и дорог, вполне могут оставаться убежищем для недовымерших видов животных или их мутаций. Так что я не склонен спорить, что перед нами настоящий велоцираптор. Вероятно также, что он терпеливо ждет возможности охотиться на тех, кто беззаботно прыгает в воду. Кстати, авторы видео решили не приближаться к нему и не разглашать локацию. До сих пор все эти спины и хвосты на поверхности воды заставляли нас только гадать о том, что же скрывается в глубине. Вы спросите, а неужели эти существа так и не высунули головы или очевидцы потеряли терпение и не дождались момента? Сейчас мы с вами все увидим своими глазами. Кадры, снятые 23 августа 2022 года во Вьетнаме, доказывают нам, что реальные драконы существуют. Человек на каноэ, который сразу заметил этого дракона, спрятался в своей лодке и включил камеру. Почему он не отгребал оттуда со всех весел, спросите вы? Видите ли, легенда гласит, что вьетнамский народ и есть потомок дракона. Поэтому его наделяют доброжелательной силой, а встреча с ним сулит достаток и процветание. А теперь внимание, реальное чудовище, которое может оказаться пострашнее дракона, и оно точно не такое доброжелательное. Наблюдение за дикой природой требует обострить все свои реакции, иначе вы не заметите, как из ниоткуда на вас может наброситься свирепый зверь. В заповедной зоне на Камчатке группа российских туристов испытала это на своем опыте, когда рядом с лодкой, идущей по кромке берега, внезапно возник агрессивный медведь. Он интенсивно преследовал их полной решимости напасть, а скорость бега неумолимо несла его к лодке. Хотя им удалось обогнать медведя, но такая встреча потрясла всех, напоминая, кто хозяин в этом доме. Выброшенное на мель морское животное всегда выглядит растерянным. Вот что заметил дрон, пролетающий над рекой в Сингапуре. Неизвестное морское животное попало в канал, где уровень был довольно низким, а сама вода довольно грязной, и оно отчаянно искало пути выхода. У него были плавники, хвост и большой рот сусами. Скорее всего, некоторые зрители приняли бы его за крупного сама. Но кто-то высказал мнение, что из-за ядерной катастрофы на АЭС в Фукусиме, многие морские животные претерпели ужасные мутации, в том числе и некоторые виды акул. Так что это вполне могла быть изуродованная акула. Когда крупные морские животные, такие как дельфины и касатки, выбрасываются на берег, то можно легко их друг от друга отличить. Но иногда океан задает нам неразрешимые загадки. В мае 2017 года на оживленном пляже в Индонезии была найдена гигантская туша разлагающегося монстра. Процесс дошел до такой степени, что животное невозможно было идентифицировать. Помимо неприятного запаха и торчащих костей, ничто не облегчало задачу морским биологам. Они взяли образцы крови и костной структуры, а тело пришлось утилизировать, закопать и ждать полного разложения, чтобы иметь возможность изучить хотя бы скелет. Лосось, по нашему общему мнению, это такая милая вкусная рыбка, которая создана, чтобы прыгать прямо в пасть, к медведям и в банки с красной икрой. Однако эти лососи-зомби могут вас изрядно напугать. Это подводное видео заснято в ноябре 2017 года в Гольфстриме. Здесь мучается большая группа лососей, тела которых покрыты грибком. По сути, они превращаются в зомби еще во время своего рискованного путешествия до нереста. Преодолевая реки, они сражаются с течениями и используют для этого свои тела и хвосты, чтобы закопаться в землю. Синяки и потеря сил приводят к инфекциям. Их тела начинают разлагаться еще при жизни, пока они в конце концов не потеряют сознание. В августе 2015 года в Огайо рыбак поймал удивительную добычу. Эта рыба выглядела как доисторическое существо. Хотя поймал, пожалуй, звучит не совсем верно. Рыба все же сорвалась с крючка и улизнула. Однако то же самое существо было обнаружено несколько дней спустя. Оно застряло в сетчатом заборе возле береговой линии. Морской биолог подтвердил, что это длиннорылый панцирник или длинноносая панцирная щука, Эти удивительные существа часто называют живыми ископаемыми, поскольку они принадлежат к одному из самых древних видов рыб. К тому же практически не изменились за 100 миллионов лет. Они обитают в водоемах Северной Америки и могут достигать почти двухметровой длины и веса более 20 килограммов. Другое дело, зачем она пыталась перепрыгнуть через забор? Рыбак из США попал в заголовки газет после того, как выловил из озера бычью акулу длиною почти в два метра. Неожиданно, когда морские хищники проникают в пресные воды. Это вдвойне опасно, поскольку их непредсказуемость и агрессивность находятся на максимуме. Бычьи, тигровые или большие белые акулы чаще всего нападают на людей. Присутствие этих грозных хищников в озере призывает к осторожности тех, кто отправляется на беззаботную рыбалку. Кормить диких животных это непредсказуемое развлечение, которое в одну секунду может стать плохой идеей. Молодая японка решила покормить черепашку в реке возле моста, и все было очень мило, пока еще один обитатель мутных вод не решил присоединиться к их бесплатному обеду. Агрессивный водяной вора нарушил мирную обстановку и набросился на еду. Конечно, он все испортил, а девушка, скорее всего, отбежала подальше от этого хама. Все, что касается животных, похожих на червяков, гусениц и змей, уже вызывает трепет у некоторых людей. Но что вы скажете о гигантской многоножке, которую заснял очевидец из Таиланда? И если эта особь выглядит не вполне дееспособной, то вот вам другой пример из реки Банг-Паконг. Там она плавала просто на поверхности воды. Впоследствии местный морской биолог сообщил, что это пресноводное существо могло быть щетинистым червем, которые появляются во время сезона дождей. В принципе, логично, на сырость всегда выползает всякая жуть. Но я бы не хотел встретиться с таким червяком в номере отеля. Уж точно. В марте 2022 года охотники в Южной Америке обнаружили в дебрях огромное неузнаваемое тело. Животное не было похожим ни на один известный вид, а головы при нем не оказалось. Изначально люди приняли его за причудливую корягу, но потом с помощью выстрелов и кинжалов убедились, что это все-таки туша животного размером до двух с половиной метров в длину. Осталось только выяснить, какого. Снежный человек, может быть? Это очень старая запись, она была сделана в 1959 году. Неизвестная мохнатая туша была найдена неподалеку от пляжа Плам-Айленд в США. Волосатое тело и правда походило на оборотня, какого-то гуманоидного животного. Голова, которая походила на собачью, а тело напоминало человеческое. С тех пор никто не добавил информации о пугающей находке. Как считаете, это мутант или мифическое существо? Жители Панама-Сити были заинтригованы телом существа, которые нашли у камней на русле реки. По виду, она вроде бы походила на ленивца, но у него были очень длинные конечности, а шерсть абсолютно отсутствовала. Находку прозвали «Ленивец-инопланетянин». Но, судя по лицу и когтям, он сильно мутировал перед гибелью. Вот вам еще одна находка, но на сей раз совершенно невероятная. В октябре 2012 года уборщик на берегу пляжа в Северной Австралии наткнулся на странное существо. Во-первых, он не мог до конца быть уверенным, мертвое ли оно. Похоже, тело еще подавало признаки жизни, поднимало голову. Но в общем и целом никак иначе не опишешь, оно, судя по всему, принадлежало детенышу инопланетян. Скорее всего, это были последние мгновения его жизни, но сколько он тут пролежал, откуда взялся и вообще почему такое возможно, все эти вопросы не идут у меня из головы. К слову сказать, район находки был быстро оцеплен, тело, по всей видимости, забрали и на этом история перестала быть досягаемой. А вы слышали о подобных случаях? Довольно много мифов и слухов о духах. Будто призраки или души мертвых могут иногда быть видимыми, как прозрачное тело или силуэт. Что вы скажете о сюжете, который был заснят на Филиппинах? Это очень странное место. Нигде в мире, пожалуй, больше нет стольких суеверий и такого богатого разнообразия видов мистических существ. Рыбак упаковывал свое снаряжение после целого дня работы на реке, когда заметил белые очертания. Фигура словно появилась из-под воды и за считанные секунды оформилась в силуэт человека. Следом появилась еще одна такая же и стало ясно, что это не обман зрения. Не может ведь одно и то же привидеться дважды. Знатоки-эзотерики назвали силуэты элементальными существами, попросту духами сил природы, земли, воздуха, огня и воды. Их изображения различаются в разных культурах, от гномов до саламандр. Но хранители или воплощение природных элементов якобы существуют на самом деле и символизируют взаимосвязь между людьми и окружающей средой. Так что, если вы не бережете воду, то они могут пожаловать к вам. Доисторические виды полностью вымерли, но не исчезли с лица планеты. Их окаменелость или отпечатки то и дело находят в разных уголках мира. В январе 2022 года искатели артефактов исследовали реку на юго-востоке США и им прямо в руки попался зуб мегалодона. Он отлично сохранился, его возраст измеряется примерно с шестью миллионами лет и, учитывая качество находки, может быть оценен в десятки тысяч долларов. Стоило поплавать в мутной водичке. Вы спросите, почему он коричневый? Цвет определяется тем, какие породы окружали зуб во время его минерализации и, соответственно, проникли в его структуру. Наиболее распространены зубы трех цветов черные, серые и коричневые. Но встречаются и редкости цвета кофе с молоком или синие с белыми прожилками. Кроме загадочных существ и их останков под водой спрятана масса артефактов древней истории. Попросту сокровищ для археологов. В Сибирском озере был найден полностью сохранившийся средневековый меч двенадцатого столетия. Конечно, он был покрыт ржавчиной, но если его восстановить, то вполне можно продолжать использование. Металл сохранил целостность. Вопрос в том, как он попал в воду и провел в ней девятьсот лет. Может быть, его обладатель бился с кем-то на льду и был побежден? Житель деревни во Вьетнаме наткнулся на замечательное зрелище. Ему повстречалась змея с четырьмя конечностями. То, что он изначально принял за крупную ящерицу, оказалось змеей с ногами. Слух распространился по деревне как вирус. Многие интерпретировали это как послание свыше, поскольку подобное тут никогда не встречалось. В принципе, известно, что существуют виды змей с полностью развитыми ногами, в то время как некоторые виды обладают рудиментарными задними конечностями, остатками от ящериц. Но этот экземпляр бросал вызов абсолютно всем. Хотя, согласитесь, когда у змеи есть ноги, она уже хоть чуточку, но не такая страшная. В мае 2012 года в интернете появилось это загадочное видео. На нем мы видим странную рептилию леопардового окраса, которую не можем отнести ни к одному известному виду. Даже непонятно, где у нее зад и перед. Она одновременно похожа и на змею, и на ящерицу. Тело в основном напоминает змеиное, но имеются две ноги. Чем дольше мы смотрим на это создание, тем больше возникает вопросов. Этот экземпляр бросает вызов общепринятым представлениям о рептилиях. Очевидно, в результате эволюции остались еще какие-то промежуточные варианты. Вот такой вот получился наш сегодняшний выпуск. Надеюсь, он вам очень сильно понравился. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал Топ Фактс и прямо сейчас посмотрите два наших предыдущих интереснейших выпуска, которые очень сильно рекомендую вам посмотреть. Кликайте на одно из них.